В Эмеретинке 15 новых пляжей. Их построили во время подготовки к зимним играм. Пропускная способность зоны отдыха Эмеретинская долина составит около 20 тысяч человек. На эту рекреационную зону теперь будут равняться арендаторы всех пляжей. Особенно это касается центральной набережной, в частности, пляжа Солнечный. Муниципалитет готов помогать коммерсантам, по крайней мере, в части инертных материалов. Уже началась заготовка гальки в реках, где проходит расчистка русел. По закону, этот материал нельзя использовать в коммерческих целях, но разрешено применять его при благоустройстве пляжей. В этом году будут функционировать 112 пляжных территорий. Мы обследовали пляжные территории Адлера, Хоста, Центра, Лазаревска. И видим, что на многих пляжных территориях не хватает гальки. Это 24 пляжа, это и Центр, и Хоста, и некоторые адлерские пляжи. Мы уйдем работу, чтобы собственники завезли туда гальку, купили и разровняли пляжи. Потому что не можем мы допустить, чтобы в таком прекрасном городе не было пляжей. На самом деле, апрель месяц должен быть посвящен тому, что наши арендаторы пляжных территорий, хозяева пляжных территорий должны завести гальку, складировать ее. И после последних штормов, которые пройдут в мае месяц, сделать планировку пляжей. Пляжные территории должны соответствовать стандартам. По информации администрации города, с теми арендаторами, которые не завезут гальку вовремя, будет расторгнут договор. Кстати, уже сегодня известно, что большинство отелей и гостиниц в городе на предстоящий летний сезон забронированы. Такая благоприятная ситуация сложилась не только из-за сложной политической ситуации в мире и скачка доллара и евро, говорят туроператоры. Впервые для российского курорта был сформирован доступный по цене турпакет. По принципу, все включено. И туристы за него проголосовали кошельком практически сразу. Теперь своей задачей город видит создание для туриста максимально комфортных условий. Это касается как зон отдыха, так и сферы обслуживания. По дорожной карте эти две составляющие должны привести в соответствие с мировыми стандартами к 1 июня.